Температурный режим в школах Риддера колеблется от 14 до 19 градусов тепла. Об этом стало известно в ходе мониторинга организации образования и дошкольных учреждений представителями городского отдела образования. В школах Риддера проверили, как осуществляется теплоснабжение. По словам представителей городского отдела образования, в школах похолодало из-за продолжительных морозов. В ряде районов и городов области, в том числе и Риддере, занятия были отменены. С отсутствием детей температура в школах понизилась незначительно. В соответствии с санитарными требованиями, температура в учреждениях образования должна быть не ниже плюс 18. Мы посидели все дошкольные и школьные учреждения, посмотрели температурный режим. Он колеблется от 14 градусов до 19 градусов. По правилам СанПина температура должна быть не ниже плюс 18 градусов. В спортивных залах и в раздевалках температура должна быть 17-20 градусов. В столовой должна быть температура 18-19 градусов, также и в библиотеке. Надеемся, что при выходе детей во вторник на учебу температура будет нормализована. По данным отдела образования, в городских школах проводятся дополнительные работы по утеплению учебных кабинетов, подключению электрокотлов и обогревателей. К примеру, в средней школе номер 11 отопление стабильное, температурный режим в норме. Наша школа обучается в штатном режиме. Температурный режим соответствует санитарным нормам и требованиям. Температура в учебных кабинетах от 18 до 25 градусов. В столовой температура составляет 22 градуса. В спортивном зале 23 градуса. В кабинетах, в рекреациях тепло. Теплоснабжением обеспечены и дошкольные учреждения. В группах самого большого сада «Балапан» тепло. В детском саду воспитывается 260 детей. Мы работаем в штатном режиме. Температуру в игровых спальнях у нас по саду от 18 до 23 градусов. Поддерживаем норму, стараемся. У нас всё нормально. В некоторых группах у нас тёплые полы. После проведённых проверок представители отдела образования города Риддера провели онлайн-встречу с директорами школ, которые представили информацию о состоянии температурного режима и получили предложение по дальнейшей организации обучения учащихся. Отметим, работа по отоплению в образовательных учреждениях будет продолжена. Пока же детям разрешено ходить в школу в свободной, тёплой форме. Обязательное ношение школьной формы и второй обуви отменяется. Специалисты говорят, что дети должны одеваться тепло. Алья Симбинова, Нуртас Хайрулдаев, Максат Нигметов, Алтай Акпарат.